Ящики с ягодой, привезенные из Украины, переносят из одной машины в другую, которая доставит товар на полигон. Груз весом почти 8 тонн и стоимостью около 3 миллионов рублей проехал тысячи километров, чтобы в итоге оказаться на свалке. Не помогла даже маскировка. Ее привезли с документами Сербии, то есть есть товарные наплодни, сопровождающиеся документы данных грузов, а на самом деле череш из Украины. Но зад фуры был заложен сербским товаром, сербской черешней. То есть ее как бы невозможно было увидеть, эту черешню. Ящики с незаконной черешней не церемонить бросают на землю. Затем в дело вступает тяжелая техника. И так поступают со всей контрафактной продукцией, нещадно давят бульдозером. Вся подлежит уничтожению. С начала года сотрудники Самарского Ростельхознадзора уничтожили около 60 тонн контрафакта. Самая крупная партия – две фуры с польской продукцией, 20 тонн яблок и столько же черешни. Товар задержали на одном из мобильных постов совместно с ГИБДД. Чтобы провести контрафакт через таможню, предприниматели, как правило, хитрят. Кладут ящики, этикетками внутрь ставят с краю продукцию законную. Санкционные товары везут через страны таможенного союза, по территории которых санкции не введены. Поэтому уже по территории таможенного союза они свободно перемещаются. Стараемся останавливаться, смотреть документы, спрашивать, проверять документы. При отсутствии документов, естественно, смотрится товар, ящики, маркировка, этикетка. Обращаем внимание. В рейды сотрудники надзорных органов выходят регулярно, проверяют овощебазы, торговые сети. Как правило, санкционный товар встречается везде. Продавцы, которые решились на риск и провезли контрафакт в случае конфискации, сильно теряют в деньгах.